здравствуйте здравствуйте наши дорогие и уважаемые подписчики перед вами две селедки и растительное масло это опять-таки разряд того видео что из двух селедок я готовлю три рецепта абсолютно разные что необходимо для этого рецепта пожалуйста смотрите понятно что по названию вы уже знаете что это за блюдо и это блюдо я хотела приготовить очень давно мы его готовили как-то на одной из программ на моей работе и сегодня я решила вот именно этот случай потому что у меня на канале этого видео нету что мне необходимо мне вообще необходимо стакан холодной воды но если готовить это блюдо просто на воде она абсолютно не того вкуса я взяла кость вот хребет с одной селедки две головы и все вот эти вот косточки которые были я все это использую и сейчас я выварю то есть сделаю селедочный такой бульон не не солить ничего можно единственно что один лист лавра добавить и все от этого сейчас селедки выварю чтобы не просто вода была а селедочный бульон окно что я сварила селедки кости и поставила в холодильник потому что мне некогда было заниматься и смотрите получилось такое вот желе я сейчас его немножко прогрею и процежу через сито мне нужно стакан вот этой жидкости так я даже не мыла тут выбросила просто остатки стакан бульона процеженного когда я варила я добавила сюда лавровый лист и давайте пока добавим чайную ложку томатной пасты это для цвета если у вас есть пищевой краситель пожалуйста но я вам скажу что вот так вот можно готовить как красную так и черную икру вот когда вы готовите черную чернила каракатицы чайную ложку добавляете вот к этому бульону рыбному размешиваете и все хорошо так сейчас я это ставлю на плиту и выбираю какой мне цвет нужен мне не нужно сильно красного закипит может чуть-чуть добавлю пасты чтобы вы знаете какая должна быть по цвету красная икра ставлю на огонь вот смотрите я начала прогревать ну немножечко такой знаете чуть-чуть надо еще добавить короче 2 чайные ложки томатной пасты этого достаточно и добавлю пол чайной ложки еще соли потому что сам бульон не недостаточно соленый так теперь я беру полторы чайные ложки агар-агара сейчас разведу тепленькой водичкой чуть-чуть что получилось кашется и выливаю туда сотейник и должна закипятить где-то пару минут чтобы она стала густое вот смотрите такая вот масса ну для приготовления этого блюда обязательно нужен агар потому что желатин кипятить нельзя а агар я буду кипятить вместе с бульоном думала не переносить вас к плите но нужно показать видите как смотрите начинает кипеть агар венчиком все это я размешала и две минуточки проварю так все достаточно варить это не значит что ну прямо тут такое густое стало что его она загусела но не настолько все и сейчас выключаю выношу прохладное место чтобы это все остыло и возьмите где-то чуть больше половины стакана растительного масла и тоже охладите можете в морозилку отправить можете вынести просто на балкон если у вас если сейчас зима смотрите я чересчур вот вынесла чересчур застыла поэтому сейчас придется мне немножечко прогреть оно должно остыть но не застыть я разогрела опять эту смесь видите теперь я беру медицинский шприц конечно ну у меня нету большего это на 5 кубиков берите на 10 побольше чтобы за один расхватывать и много этого жидкости так и теперь я буду сейчас вот так вот наклоню и этот шприц набираю вот лекарство прям видите получается сейчас я возьму салфеточку чтобы и я на улице оставила растительное масло конечно лучше его поставить прямо в морозилку ну как есть так и есть так все это частями будем я немного делала чтобы показать это все вытираю сейчас беру масло и начнем с вами делать красную икру замороженное масло у вас конечно будет белое если вы с морозилки достанете но это лучше так и теперь мы начинаем вот капать масло ну капайся вот эти какие какой размер хотите хотите больше вот прямо берите вот так и капайте 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 не останавливайтесь вот видите смотрите не бойтесь вот так вот она будет вылетать его смотрите нажимайте 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 ну старайтесь чтобы были одинаковые эти горошки потому что у меня внизу но масло я вижу не очень недостаточно холодное но ничего страшно смотрите эти как и быстренько сейчас вторую часть и опять сюда же в этот в эту чашку он они икринки уже плавают все набрала лишнее сняла и пошли капать так продолжая в том же духе только быстренько же не застывала в этой сотейнике наша масса вот я сейчас освободила давайте посмотрим что же перемешаем чтобы она же шина не слипалась а здесь мы не собираемся на производственный на производственную линию ставить изготовление такой икры ну а для общего развития это интересно так ну все давайте поехали дальше я уже прямо так смотрите выше подымаю и капаю она прямо тут отлично все летит скажите зачем это делать ну я вам скажу что его можно кушать с маслочком вот эти первые как-то были у меня немножко разные пока руку набила потом руку набил и все шикарно вот падают вот процессе работы когда вы выдавливаете видите застывает немножечко эта масса и вот когда уже шприцом пока весь я еще могу взять когда уже шприцом вы не сможете вытягивать отсюда эту жидкость поставьте на плиту пусть немножечко разогреться но желательно чтобы не было комочков потому что комочки то продавливается через шприц но тогда получается такие знаете как немножко длинненькие не совсем круглые но это знаете смотрите сами все я додавливаю остынет я опять разогрею что икра готова эту икру можно мазать на бутерброды единственное что что у меня масло с морозилки вот я его конечно так хорошенечко на бутерброд не намажу но ничего страшного сейчас я отрежу такой кусочек небольшой по новому бутерброды сделаем до кусочек масла мёрзлого тоненько все и теперь накладываю сюда икру сейчас вот вам покажу вот смотрите вот сама эта крупинка я ее сейчас раздавлю между пальцами она мягкая смотрите видите она не твердая так ну что болезнь этой икры знаете какая она не держится на бутерброде она все время старается вылететь с поверхности и свалиться на пол все пробую я это знаю на вкус конечно можно еще присолить мне не соленая масло такое вкусное и вот этот солененький привкус ребят ну это может быть вы посмотрите это продается в магазина она не стоит пять копеек я даже была пару раз в гостях и подавали вот такие бутерброды и все кушали нормально все почему бы и нет все мои хорошие я вам показываю что готовлю я что выдумываю я а вы уже решайте сами готовить вам не готовить но даже просто посмотреть что так может быть я думаю что это тоже польза все до свидания до новых встреч до побачения до новых встреч